Время вечер. Мы с Матвейкой идем в дом 2. А тут папка у нас робит и робит. Робит и робит, папка. Смотри, что папа робит. У-у-у, что они с Виталией там робят. Пойдем посмотрим. Пойдем скорее. Решили они там кучку испилить, значит, да? Папа там. Пойдем ближе. Пойдем, мама тебя на ручки возьмет. Давай. На ручки мама тебя возьмет. Пойдем посмотрим, что они там делают. У-у-у, сколько дровишек. Трава уже растет на грядках. Фу-фу-фу-фу-фу. Я говорю, что-то долго сказала еще, говорю. Закругляйся, не роб. Время много. А, они тут робят вот всю. Робят и робят. Хорошо, что светло. Можно робить и робить. Пока не упадешь. Пошла, девочки, вон посмотреть грядки, огурчики. Как они у меня навсходили. Вот набросала я их пучками. И они у меня вон что навсходили. Вот так вот огурчики у нас зашли. Огурчики, огурчики. И тыковки взошли тоже. Здесь вот не взошла только. Три тыковки взошли. Там дальше еще. Нет. Не досадила. Хотела досадить. Не досадила. Не знаю, посажу, не посажу. Посажу, наверное. Наверное. Вдоль забора муж траву скосил. Там надо было вскапывать. Но не вскопал. Нет, не у рук, видать, было. Некогда. Матвейка смотрит. Пойдем, вот тут огурчики посмотрим. Огурчики. А что это? Сашка! Виталя! Виталя! У вас вода-то что мимо бежит? Я ничего не поняла. Я смотрю, вода-то бежит и бежит. Нормально вы тут. Вода-то ручьем бежит. Воду-то выключай, сына. Допилил свои бревешки. Попросила вон дерево спилить. О, девчонки. Огурцы вон прополола. Добралась вон до грядки. Смотрю, травы. Море, море, море. Здесь у меня посеяна морковка. Но что-то морковка еще не всходит. Наверное, рано. Так, а здесь лучок. Лучок, лучок. И тоже трава. Вон что она какая. Прям вообще страшное дело. Какая тут трава. Картошку ходила, смотрела. Картошка, конечно же, еще не взошла. Не взошла. Но сегодня у нас что? У нас сегодня получатся 27-е. А мы картошку садили 17-го или 18-го? Не помнишь? Тут у нас дерево. Дерево. Вот это дерево попросила спилить. И тут тоже может подвыпилить. Вон ветка сухая. Тут вишня появилась. Вишня, вишня. Я ведь ее хотела выпилить. Не выпилили, пожалели. Она зацвела. Я говорю, ну пусть будет. Ну, немножко ягоды появились. Так что, ну пусть будет. Нынче, дай бог, может, вишня растет вообще везде. У соседа море вишни. У нас там на участке тоже вишни много. Да. Ну, конечно, на что? Его вообще надо выпилить, да выкорчевывать. Я не знаю. Напугать, смотрите. Ничего он не напугать. Я его смотрела, Карел. Подпилил тут дерево. Дерево тут повыпиливал кое-что. Ну, как клен. Тут тоже выпилили. Подержать надо? Подержи, Виталя. Подержи. А то вырастет большущее дерево. Не надо. Ну вот. Тут еще работы дофигища. Вот это все убирать надо. Вот тут у нас сарайка хламидная. Ее надо разбирать вообще, по идее. Он тут вот немножко... Кого я говорю? Кого ты сделал? Скосил. Вот что. Выкосил. Крышку вон еще для колодца надо сделать добрую. А то тут хламида лежит. Тут вообще все граблями надо сгрести. Я вот хоть сейчас бы прям сгребала. У меня вот сейчас к вечеру силы прям появились немножко. Ходила как вареная. Целый день. Время ночи. Ну и спили, а что ее? Ну надо закрыть чем-то колодец-то. Это септик в бане. Это к бане. Это к бане. Вычистить участочек этот. Вот тоже не знаю, девочки. Что же бы кто подсоветовал? Что бы тут сделать? Вот такой закуток, а, получается, за бани. Вот как бы приличненький такой, да? Потому что мы ночные работники и утром встать не можем. Ну-ка, что? Придешь, ты глаза прям смотришь, и все бы переделал. Сперши. Вот это все надо это убирать. Всякие вещи, что они добиваются. Смотри-ка, что тут как вообще страшно. Страшенно. Какую-нибудь беседочку, что ли здесь сделать. Не знаешь вообще. Вот это как-то все разобрать. На все время надо. Когда вот он что-то сделал. Вообще. Неизвестно. Черт, доски. Для чего вот они вообще? С гвоздями страшные доски. Что туда вот это? Подкидывать. Наталья говорит, не перетруждайтесь. Бросай, говорит, все. Да вышло воздухом подышать. Немножко грядку пополола. Хоть почище. Что-то надо делать. Вообще. Такое ощущение, что ничего не делать. Загребла вон, девчонки, кучу. Позгребала. Ой, аж дышатся на улице. Время 10 часов вечера. Хочу вам фонарики показать. Вдалеке вон даже видно. Сейчас свет плохо падает. Камера не передает, наверное. Сейчас покажу. У меня там три фонарика из Фикс Прайса. Конечно же, их бы хотелось больше. Я их просто так вот воткнула. И они вот так вот светятся, девчонки. Но это еще на улице не настолько темно. Так что, не знаю, мне они нравятся. Фонарики эти. Такие вот фонарики. Еле-еле. Еле-еле. Но когда темно будет, стемнеет, тогда, конечно, они будут поярче светиться. Что там отец еще рубить? 10 часов мы все. Рубим, мы рубим. Рубим, мы рубим. Ну, отец, конечно, подольше робит. Пока пилил, пока управлялся, пока пилил, туда-сюда. Мы вот пришли с Матвейкой погулять. Ну, что, тут пополола, грядку маленько сгребла. Кучку сгребла, кое-что поубирала. Приступ, как Виталий говорит, приступ приключился. Да? Что, кабачки посадить? Думаешь, садиться же-ка их? Да. Где там? Ну, там гряду. А, там гряду же ты навозную делала, а? Ну. Понятно. Пойдемте туда. Витя, пойдем. Друзья мои, всем привет. Сегодня новый день. Вчера я вам показала наш вечерок. Муж занимается взбиванием масла. Да заглянуть. Ну, долго еще, конечно. Долгий процесс. Я готовлю обед. Муж стоит улыбаться. Ну что, масло взбито. А венчик сломан. Венчик проволока лопнула, не выдержала. Она не выдержала твоих рук. Напряжение. Угу. Вот сын, сын, нуля, взбивал, взбивал. Потрогай. Ну-ка ты, вот, пять секунд и масло готово. Целая вот кастрюля получаться. Ребенок взбивал, ни разу ничего не сломал. Не хочу ее трогать, ничего. Ну, я расстроилась, что у меня не осталось венчика. Почему? Потому что... Купим другой венчик. Венчик продается. Один ручной сломали, сейчас вот этот сломали. Не, вот этот поцелый. Опять напишут, что Ольга недовольна. Вот эта штука. Ну-ка что? Вот кто бы девчонке был доволен? Ну, вот видишь, она... Они слабенькие. Вот он, вот он. Вот он сейчас прокручивается, он там... Слушай, ребенок взбивал много-много раз масло. Я взбивала, никто ничего не сломал. Вот только Сашка начал взбивать их. Знаешь, я вообще-то привык ломиками махать, но никакой-то херовенькой. Ну, извините, по выражению. Ну, зато масло наемся. Ломом бы я тебе хорошо замесил. Ну, надо было ломом и делать. У нас ломы гнутся на работе, а ты говоришь мне. Угу, все понятно. Салатик собралась нарезать. Ольга, всем довольна? Ольга, всем довольна? Друзья мои, я в кадре. Всем привет. Всем привет. Так, ну что? Надо, говорю, порезать салатик. У меня готовятся желудки. Сварился супчик. Почитала комментарии вчерашние. Буду на комментарии отвечать. Так, так надо куда-то сливать. Кого-то сливать? Ну, ничего не надо. Ты вот это вот обделай. Вот так вот комочком раз. И, конечно. Матвейка возмущается. Да, Матвейка возмущается. Ой, 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 ой. Купим венчик, ведь, новый. Мне Матвейка сломал, или кто сломал венчик-то простой, ручной. Ну, сейчас и этот сломали. Все. Погода у нас, девочки, сегодня хорошая. Замечательная погода. Скоро у нас, Саша? 30, ага. Хорошая погода, в тени 30. На солнце солнце. У нас все прекрасно и замечательно. Да, все у нас. Ну, а что? Да, все прекрасно. Все супер. Все, Ольги. Видишь? Прекрасно. Мухи заколебали. Надо, кстати, повешать, Сашка, липучки. Матвей бегает в эту беседку, открывает дверьки. И мухи у нас туда-сюда, да? Вот. Видишь? Как хорошо. Ну, я думаю, можно им еще поработать венчиком. Как думаешь? Нет. Все уже? Он прокручивается. Напугал меня парень. Так, ну что? Начну я с комментариев, девочки. Я читала вчера, потому что столько всего написали. Тема свекрови, да? Про свекровь. Вот мы вчера поехали. Муж собрался, да? Ой. Мы просто собрались из-за Матвейки. Я бы вообще, может, даже не поехала. Потому что Матвейка от отца вообще никуда. Да? Ну да. Все, папа, папа, папа. Я говорю, ну поехали, прокатимся. Все. Понаписывали. Ой, Оля, некрасиво ты поступила. Уважаете. Уважение взрослых. Так, уважение взрослым людям должно быть. Ты не вышла даже из машины. Это не уважение к свекрови. Вот получилось два кадрика. Один кадрик, где вы стояли возле ворот, когда вы там встретились, да? Когда мать вышла к тебе. Я даже снимать не собиралась. Даже никто и не думал, что вообще я даже не думал, что кадр какой-то получится. И что свекровь подойдет к машине, и что я ее буду снимать. Вот так бывают вот такие кадры. Да. А то пишут, поехали, да без гостинцев. Ну вы откуда знаете, с гостинцами мы поехали, без гостинцев мы поехали. Так поехали просто это, как бы это. Не задумывайся, собрались, поехали. Ну выбрось в мойку. Это в мойку. Ну не выбрасываешь же пока ее, или что совсем все уже ей? Не, ну помыть-то надо ее, наверное. Только если я выбрасываю. Потому что искать точно такую же надо. Да где ты ее найдешь новое, придется покупать. Все все. Ну все продается, когда деньги есть. А когда денег нету, все, ты ничего не купишь. Ну, так что. Ты давай не передняйся. Захочу пирог вот сейчас состряпать. И у меня уже в комодик-то загляни. Уже все денег нету. Не зли меня, Сашка. Не зли. Я еще как путевым ему пиво разрешила стакан выпить. Только разрешила пиво. Сейчас тебе полегче раз пиво. Ну лежит полторашка. Я говорю, ну выпьешь стакан-то, что, ладно уж. Масло тут взбиваешь вроде как. Вроде как заробил. Добрая такая стала, ага. А тут на тебе и такой косяк. Да. Так что, не знаю, девочки. Это у вас может там как-то... Надо обязательно вот выскочить из машины. Куда-то выскочить. Кого-то встретить. У нас все просто. Обычно по-семейному. У меня, во-первых, ребенок... Сас. Хотела сказать. Как там дорога, трасса, асфальт. Да подожди ты. Ну, я не про это хотела сказать. Ребенок у нас что сделал? Обкакался. Да. И мы собрались ехать домой уже. Все. Никто не собирался там, как говорится, раз... Раз... Разобнимываться и... Выходить. Так что, ребенок капризничает, ага. Я выхожу из машины. Я его держу изо всех сил. Да, Матвейка? Да, мой мальчик? Ну... Как он грязненький. Так что я ничего в этом страшного не вижу. Ну вот не вышла я к свекрови, что зато она ко мне подошла. Ничего тут такого нет. Так, хотелось комментарии подсчитать, а то вот не то говорю. Говорю, от себя тяну. Так, смотрите канал так, это не то. А вот, даже жопу не подняла из машины, к свекрови не вышла. С внуком не дала пообщаться. Разве это по-человечески. Вот. А пирог надо было петь, чтобы свекрови гостинцы привезти. С пустыми руками не с... Вот откуда людям знать, да? С пустыми руками, не с пустыми руками едем. Мама в шоке, да? Не дала снуков пообщаться. Вот наша семейная жизнь с мужем, да? Началась с проживания совместной... Совместно... Сына, ты меня отвлекаешь, а? Да и могу, сочи. На, погодчик. Саша, отжимай уже, отжимай. У тебя столько колобков получилось. О, хорошо. Наша совместная жизнь началась... Мы жили вместе, да, все. Свекровь жила с нами, но не захотела она с нами жить. Почему она не захотела с нами жить? Получилось так, что через три месяца муж подписал контракт, уехал в Чечню, а я осталась одна. Осталась одна с двумя детьми от первого брака. Получается, ну, и плюс моя мама жила. Моя мама плюс мои сестры. Мы, получается, на лето так получилось, что стали жить вместе. Вот. Все. Ну, конечно же, свекровь с нами жить не захотела. Потому что свекровь жила на тот момент с мужчиной, уже жила, да, ведь она? Все. Она устраивала свою жизнь. Это ее право. Так что и то, что она с внуками не хочет водиться, нянчиться. У нее, кроме Саши, еще три дочери, получается. Там тоже внуки есть. Вот самые маленькие у нее, получается, матвейка сейчас, на данный момент. Внуки взрослые, самостоятельные. Есть не самостоятельные, поменьше. Вот наши, например, там еще у сестры там. Правнучка уже есть. Или правнучка? Ну, у Кости, получается, твоя внучка, ее правнучка, да. Нет, про Костю она все любит. Тоже правнучка. Два правнука уже. Два правнука. Она уже прабабушка, ничего себе. Так что это ее право. Хочет она с внуками общаться, не хочет. А то пишут, там, запрещаешь общаться с внуками. Что вам сделала свекровь, чтобы ее на порог не пускать? Кто вам сказал? С чего вы вообще там в голове своей такой придумали? Что мы ей что-то сделали, что она, как говорится, не идет к нам. И надо приглашать, не приглашать. Я не знаю, вот. В нормальных, в обычных семьях никто никого не приглашает. Вот у меня раньше мать захотела, приехала. Ну, сейчас ее нет. Ну, тут человек не хочет, значит. Ну, раз она не хочет, она живет своей жизнью. Я не против, в принципе. Ну, она к нам не лезет, мы к ней не лезем. Так что это все нормально. Конечно, может быть, хотелось бы, допустим, да, какая-то была бы помощь от свекрови, да, что там, с внуком где-то поводиться. Ну, ну нет, нет. Нет, мы сами поводимся. Мы всегда сами водились со своими детьми. И я руковку взял. Сами водились, сами справлялись в любой ситуации. Моя мама тоже не особо участвовала в этом. У нас бабушки не помогали. У нас бабушек нет, получается. Мы сами справлялись. Даже в трудную минуту у нас и то, как говорится, были наши только силы. На свои силы мы рассчитывали. Хоть болезни, хоть там, хоть деты, хоть еще, да. Мы выкручивались сами всегда. Обращаться за помощью было не к кому. Не к кому. Так что мы справлялись. Все. Никаких обид. Ну, мы с ней общаемся, в принципе, нормально, адекватно. Ну, потому что она не хочет к внукам. Ну, делаю ее. Дело хозяйское, девочки. Может, у вас как-то по-другому. Ну, у нас вот так получается. Луковку жует. Луковку жует ребенок. Так что, девочки, что сделаешь? Свекровь нами жить не желает. Не из-за того, что у Ольги скверный характер. А из-за того, что у нее скверный характер. У меня свой характер. У нее свой характер. У меня свой характер. В общем, ну... Короче, мы женщины с характерами. Так что вот так. Ей, конечно, хочется покоя сейчас. Какие могут быть эти... У нас шумно. У нас все время шумно. Да, Матвейка вон сейчас как начнет кричать. Я громко разговариваю. Теща-то приходила и уходила сразу. Ну, она болела, девочка. Ну, она придет и... Правда у нас бабушка глуховатая? Бабушка первая была. Я и кричала, считай, всегда. А это... Ну, да. А теща сразу уходила, только ребята зашумят что-нибудь. Хотя дети у нас, считай, не особо шумные, как бы такие, да? Нормально. Ставить человеку, тишину надо. У нас парни, слава богу, недрочливые. Их вот дети, допустим, парни, да? Вот живут в семье какого-то два сына, да? И они начинают драться, спорить между собой. Ну, у нас особо такого нету. Прям они у нас недрочливые были. Сейчас уже они большенькие. Кто-то вот пишет, все. Ой, да смеха детского нет, да все. Они что у нас такие маленькие, чтобы им там смеяться? По пустякам они у нас серьезные. Виталий у нас серьезный с детства. Все серьезные. Все в мамку. Он не будет там смеяться. Ну, смех без причины, че? Он парень всегда чем-то занят. Серьезный парень. Даня в папу может там что-нибудь там... Ой, как скажет, че так. Но зато вокруг Дани компания собирается. Ой, что он робит? Это ты что робишь, сыночка? Ой, 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 ой. У нас всю посуду повытаскивал. Собрала, собрала, убрала. Вот, девочки, вспомнила. Мне кто-то писал комментарий буквально недавно. Ну, тем... Тема не было. Блин. Я как-то на него отдельно не отвечала. Не говорила. А тут как раз вот тема про свекровь, да? Мне написали. Ой, Оля, интересно, какой ты будешь свекровью? Просто человек просто поинтересовался. Просто обычно праздное любопытство. Ну, любопытно человеку, да? Ну вот, я вот сейчас и отвечу. Какой я буду свекровью? Я, конечно, не могу знать. Не могу знать, но предполагать могу. Я думаю, да? Вот я думала всегда. Задумывалась, девчонки. Хотя дети у меня, конечно, еще не так уж большие. Пока еще парни у нас маленькие для меня. Они маленькие. Ну, подростки, что? Ну, придет время. Время быстро пролетит. Незаметно, да. Вот. Кто-то там написал. Да тебя тоже самое ждет в старости. С чего взяли люди вообще? Что ты отдашь, то ты и получишь. Так что, если я буду участвовать, а я думаю, что я буду участвовать в воспитании, да? Да, если мне, конечно, позволят. А я думаю, что мне позволят в жизни внуков, правнуков, дай бог, дай бог дожить. Да хотя бы до внуков. Тогда, я думаю, я буду хорошей свекровью, да? Со своим, как говорится, лезть я не собираюсь указывать или что-то там. Так, ну, по крайней мере, я буду держаться, держаться, чтобы не лезть, не лезть, не лезть в чужую семью. Муж улыбается. Ну, а что? Ну, нормально я, нормально буду себя вести, да? Буду хорошей свекровью. Ну, вот ты как будешь? Не, она, да, она по хозяйству, она все помогает, все делает, мать, и в огороде, и все. Про кого ты говоришь-то? Про кого ты? Я про себя рассказываю. Мне задали вопрос, какой я буду свекровью. Вот я говорю, какой я буду свекровью. Я надеюсь, что я буду хорошей свекровью, что я буду помогать и буду участвовать в жизни внуков своих. Ты понял? Я понял. Вот. Ну, а я твое мнение спросила. Вот как ты думаешь, какой я буду? В будущей, Олечка, загляну. Ну, ты же знаешь меня, мой характер. Нет, нет, нет. Что, нет? Ты человек настроения, да кто тебя знает? Не знаю. Человек настроения. Не, ну как, разве, вот у тебя появился внук, допустим, да, или внучка, тебе вот разве не интересно, не захочется прийти в роддом, потом, после роддома попроведать, допустим, да? Ну, у тебя, ладно, как говорится, далеко живет, у мужа есть внучка, живут они на севере, получается, да? Муж работает туда-сюда, конечно, мы не можем съездить далеко, но хотелось бы, конечно, очень даже бы хотелось. Ну, так вот, считай. Во-первых, далеко, во-вторых, хозяйство. У нас, мы даже, нам не отдохнуть никуда, ничего не съездить. Я про это и говорю. Мы привязаны с животными. Мы с бабушкой сначала привязаны, сейчас с животными. Они с животными привязаны, никак их не бросить. Я раз, в общем, я раз поехал, сейчас расскажу историю. Я жил с первой женой и поехал раз на север к тестью, в Ноябрьск поехал, значит. Оставили собачку на соседку. Ну, ты покорми собачку. Приезжаем, собачка сдохла у нас. Вот так вот видишь, как на соседей оставлять. А такую живность, как корову, тем более не оставить. Где на кого она оставить? У меня такая собака хорошая была. Все, заморили, хоть бы раз в день кормили. Воды даже не давали. Вот в день соседей. Ну вот, так вот видать бывает, ничего себе. Ничего себе. Саша, дай ложку, пожалуйста. Я там майонезу положу, что соли надо. Ой, так что, девочки, вот так вот. Дай Бог, чтобы хорошей свекровью быть. Не соваться, не лезьте там никуда. Главное, чтобы дети счастливые были. Так что, кто там? Никого? Вот видите. Главное, чтобы дети были счастливы. Так что, ну, свекровь, слава Богу, к нам не лезет она. Она нам не сует палки в колеса. Если детям надо, они сами спросят и совета, и все. Если не надо, не надо навеливаться, ссуваться, как говорится. Да, лишний раз. Один раз еще можно подсказать. Давай. Ребенок не прислушался, ну и ладно. Значит, он по-своему делает. Пусть попробует по-своему. Ну да, конечно, жаль, когда смотришь вот так вот, да? Не очень, да? Как-то у ребенка складывается. Да, и учиться надо на чужих ошибках, а не на своих. Не учиться на чужих ошибках. Все учатся на своих. Так вот так получается. Да, потому что каждый должен набить свои, как говорится, шишки, шишки. Набиваем свои шишки, да. Да, Матвей. Ну, что сделаешь? Ну, такая жизнь. И свои шишки набиваешь. Свекрови тоже бывают разные. Так что. Да, Матвей. Я, говорит, свои шишки набиваю. У нас свекровь не заинтересована в воспитании внуков. Участвовать в жизни внуков не хочет. Желания у нее нет. Мы не препятствуем. И как написали, что да, что она нам сделала такого, что мы ее не пускаем на порог. Что значит мы ее не пускаем на порог? Мы рады ей, но она сама к нам не хочет идти. Вот в чем проблема. Да? И приглашали ей, как говорится, это. А то, что я сказала, письмом буду отправлять, что-то такого и что-то такого. Я просто пошутила, она меня поняла. Ну, не знаю. Может, у вас как-то все там мудренно. Я звал. Я звал же. Когда зовешь, я звал маму. Говорю, мама, поехали к нам жить. Она раз сразу. Сначала напрашивалась, напрашивалась. Вот я была. Только начал я напрашиваться. Говорю, мама, перебирайся к нам. У нас маленькие дети, тяжеловато как бы и ну, что и поводиться где-то. Что ты за кадром все время говоришь? Где-то поводиться, что-то. Тебя не видно. Вот в кадре. Ну, я что сделаю? Вот. Поводиться где-то, что-то. Раз сразу. Замялась. Замялась, замялась. Все. В запятки. Чик. Пусть поживет спокойно. В своей жизни. Ну, мимо пройти, ага. Забери у него. С молотком уже бегать. Так, ну что, салат я почти сделала. Подсолить надо. Да. Так, ну что, девочки, у нас уже обед приготовился. У нас на обед рис с опубками, с желудками, супчик, салатик, сальце солененькое. Что-то захотелось в салат. Ой, ну что я дополню, скажу. Я за справедливость. Вот как аухнется, так и откликнется. Не буду много говорить. А то могу еще много-много чего рассказать, наболтать, наговорить. Так что... Что ты... Перец. А, перец. Ну, куда перец что-то девали? Ой. Так что, что хочешь получить от человека? Человек от тебя. Но не всегда. Не всегда, конечно. Есть такие люди, которые бесполезны. Они не понимают. Не понимают, девочки. Что? Мы вот начали с мужем жить. Мне было 19 лет. Я вообще вот думала, что... У меня еще детей не было, получается, своих. Я думала, у меня мать такая хорошая бабушка будет, да? А в итоге что? А в итоге у нас у детей, получается, четверо детей. И не бабушки. Не с той стороны, не с этой стороны. Ну, в принципе. Мне на свекровь, конечно, мне все равно, в принципе. Это ее выбор, это ее желание. Но вот когда у тебя своя родная мать и не хочет заниматься внуками, не то, что там бросить ей, оставить, да, чтобы она нянчилась, водилась, а просто приехала в гости, посидела, поболтала, какие-то подарки в гостинце привезла, чтобы внуки к ней в гости приехали. Нет, такого у нас не было. Так что... Приятного аппетита. Спасибо. Приятного аппетита тебе тоже. Так что, ну что, кто кушает, всем приятного аппетита. Вкусный супчик. Мы будем обедать. Я очень много наболтала. С вами я попрощаюсь. Пишите свои комментарии. Всего вам доброго, всего вам хорошего. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.